Военная обстановка в Сирии 17 июля 2017 года В южной части провинции Ирака отряды сирийского армейского спецназа силы Тигра и бойцы местных племен освободили населенные пункты Бираль-Замла, Восточная Замла, Насосная станция Замла, а также газовые месторождения Замла, Хала, нефтяные месторождения Фахет и Дубайсан. Между тем сообщается о том, что в результате атаки ИГИЛ с применением автомобиля-смертника в деревне Хамима на востоке провинции Хомс было предположительно убито 12 сирийских солдат. Кроме того, ИГИЛ заявила о том, что группировку уничтожила патурами два танка сирийской армии, захватила танк Т-62, бульдозер, пушки калибров 23 и 12,7 мм, а также ракеты Конкурс. В настоящий момент бои в данном районе продолжаются. В воскресенье Хаят Тахри Рашам заявила о том, что в северной части провинции Латаке спецназ джихадистов смог подорвать автомобиль со взрывчаткой на территории базы военно-морского флота Альмина-Аль-Байда. По данным Хаят Тахри Рашам, в результате теракта погибло и было ранено несколько сирийских военнослужащих. Некоторые правительственные источники заявили о том, что данные фото постановочные. Однако местные источники сообщили о том, что данный взрыв имел место быть, но не причинил существенного ущерба технике и военнослужащим. На территории города Рако поддерживаемые США сирийские демократические силы СДС по-прежнему испытывают существенные проблемы в преодолении обороны ИГИЛ. По данным курдских источников, к наступлению на Рако присоединились еще две сотни американских военнослужащих, которые должны помочь СДС в преодолении обороны ИГИЛ. В операции уже принимает участие значительное число бойцов американских сил специальных операций, которые действуют на передовой в качестве авианаводчиков, снайперов, а также координируют действия отрядов СДС. В то же время, коалиция во главе США пытается разрешить растущие конфликты между СДС и местными арабами, а также между курдскими и арабскими группировками, входящими в СДС. Ключевая проблема заключается в том, что на местах никто не верит в пропаганду СМИ о том, что костяк СДС якобы составляет союзный СДС формирования арабов. Сирийские демократические силы практически полностью контролируются курдскими отрядами, которые собираются взять бразды правления над городом Ракка, как в политическом плане, так и в плане охраны правопорядка, а также включить город в самопровозглашенную федерацию после разгрома группировки ИГИЛ. В воскресенье премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху заявил о том, что он выступает против соглашения о прекращении огня на юге Сирии, гарантами по которому выступают США и Россия. Причиной этому является то, что данное соглашение не действует в рамках так называемых интересов Израиля. По данным Нетаньяху, данное соглашение закрепляет планы Ирана по установлению долгосрочного присутствия у северной границы Израиля.